Здравствуйте, эфир ежедневная программа 13 Ген в студии Шакира Умаров. Сегодня мы расскажем о том, что произошло в Шенкенте области. За последнее время наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. Стражи порядка задержали предполагаемого карманника. Подозреваемого в карманной краже задержали сотрудники поста полиции, расположенного вблизи рынка Янгишахар. Со слов потерпевшего в игротеке, он не обнаружил у себя в кармане мобильный телефон, который до посещения заведения находился в кармане. Молодой человек обратился к администратору игрового зала. Зашли в интернет-клуб в 9 часов. Парень подошел сзади меня и украл сотовый телефон. Хорошо камера зафиксировала этот момент. А я и не заметил, как он это сделал. Без промедления парни обратились в полицейский пост на полиции. В считанные минуты сотрудники правоохранительных органов прочесали округу и вместе с пострадавшим задержали предполагаемого вора. К нам обратился парень с жалобой на то, что в игротеке у него украли телефон и что это зафиксировано на камеру видеонаблюдения. Мы быстро приступили к поиску и задержали подозреваемого молодого человека. Задержанный парень 23 лет от роду всячески отрицал причастность к краже, указал, что родом из Туркестана и что в Шымкенте находится давно, хотя нигде и не работает. Мне 23 года, я из Туркестана. Я не был ранее судим. Я не воровал сотку. Да, на камере я, но я не крал. Причастен ли к краже задержанный или нет, будут выяснять следователи абайского рода, куда задержанного и доставили. Ряд дорожно-транспортных происшествий произошли минувшей ночью по Тамерландскому шоссе. Одно из них с многочисленными пострадавшими автомобилями. У кафе «Жилши» бортовая «Газель» на полном ходу въехала сразу в три авто. Уехала «Газель» по Тамерландскому шоссе. Сначала задела 14-ю, а потом ее выкинула на обочину и задела наши две машины. Ваши две машины. Вы, получается, машины стояли на стоянке, да? Да, машины стояли на стоянке и задели наши две машины. Ну, пострадал кто сейчас, получается? Пострадал водитель «Газели». Очевидцы предположили, что причиной столь агрессивного вождения и того, что водитель «Газели» не справился с управлением, стало приступ судороги, который охватил водителя «Газели». А после практически неуправляемая машина на пути протанила три авто. Сначала «Ладу» 14-й модели, далее «Киарио» и «Тойоту Королу». Прибывшие медики скорой помощи подтвердили факт приступа. Часом позже на этом же шоссе автомобиль «Тойота Королла», водитель которого не справился с управлением, ударилась об стол посвящения, снеся на пути дерево и эрегационную систему, полива газона и разделительный забор. Со слов очевидцев, водитель цел и невредим. Видимо, вовремя сработавшие подушки безопасности способствовали этому. К месту прибыли сотрудники полиции. Водительу придется возмещать материальный ущерб, нанесенный казенному имуществу. Такая была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материал новоцаприна с региона. Номер в виде на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Шакир Умаров. Будьте бдительны и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok